Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну и в дополнение к новостям дня, ну помимо, конечно, страшного расстрела в Москве, такая новость позитивная, это Барак Обама, я считаю, это прекрасное совершенно достижение для американского народа, да и вообще для всего мира. Если бы весь мир голосовал на выборах в США, то, я думаю, как когда-то, наверное, произойдет. Мы тут в одной недавней программе предполагали, что, собственно, все человечество должно так или иначе участвовать в выборах президента США. Так вот, человечество, как показали многие вопросы общественного мнения, голосовало за Обаму. Так что лучшие наши надежды сбылись. Но, вы знаете, вот за этой вот предвыборной и выборной лихорадкой в Америке прошло малозамеченным другое событие. В Нью-Йорке в прошедшие выходные должен был состояться марафон. Знаменитый Нью-Йоркский марафон, который собирает до 40 тысяч человек этот старт. Но из-за урагана Сэнди его отменили. То есть, до самого последнего момента собирались провести, но потом мэр Нью-Йорка сказал, что не могут обеспечить безопасность, и слишком много полицейских будет оттянуто на обеспечение безопасности и инфраструктуры марафона в тот момент, когда они нужны. И вы знаете, что случилось? Люди провели марафон сами. То есть, в Нью-Йорк приехало несколько десятков тысяч человек. Я не знаю сейчас окончательных цифр, но десятки тысяч людей вышли и пробежали этот марафон, самоорганизовавшись, собрав при этом деньги, которые пошли в фонд помощи пострадавшим от урагана Сэнди. Это совершенно фантастический пример, я бы сказал, силы и устойчивости американского общества. То есть, с одной стороны, это выборы в Америке, это торжество демократии. И с другой стороны, вот это вот то, что происходит на уровне, то, что говорится, grass roots, травы, люди тоже могут сами собраться и организовать такое на много десятков тысяч человек ивент. У нас в гостях сегодня бегуны, три атлеты, айронмены, не побоюсь этого слова, железные люди. Они, это Максим Журила, бизнес-тренер проекта Business Relations, и Михаил Иванов, главный редактор издательства «Ман, Иванов и Фербер». Добрый вечер. Люди, которые много делают для бега, для марафона, для триатлона в нашей стране. И вы знаете, вот еще одну вещь хочу сказать, пусть не нью-йоркский марафон, но тоже свой наш небольшой ивент был проведен две недели назад. В Москве прошел старт под названием «Осенний гром». Вот они, оба наших гости, имеют отношение к организации этого старта. И он прошел в совершенно фантастических погодных условиях, плохих. Это был самый пик дождя, снега, и с утра выпало несколько сантиметров с вега, и тем не менее они провели этот марафон, и вышли люди в нулевой градус, в нулевой температуре, под секущим дождем, под мокрым снегом, они пробежали вот этот вот полумарафон в парке Горького. И, собственно, вот об этом я хотел поговорить. Зачем люди выходят на старт, зачем они это делают? Вот есть ли рациональное объяснение, Максим, тем людям, которые вот в это вот воскресенье пробежали 21 километр по вот этой вот ледяной слякоти? Так получилось, Сергей, что я имею отношение, ну, в той или иной степени и к первому событию, о котором вы говорили, и ко второму. Потому что вся моя беговая деятельность, она началась с нью-йоркского марафона, который я пробежал уже 3 или 4 года назад. И я прекрасно понимаю, что это за событие. В нем участвуют до 50 тысяч человек, 48 тысяч обычно финишируют. Самый большой марафон в мире, самое большое спортивное событие в мире бега. И идея по проведению чего-либо у нас, она там же и родилась. Видя то, какое количество людей может участвовать в ивенте, связанном со здоровьем, со спортом, с каким-то вызовом себе, с вызовом обстоятельств. У всех есть работа, семья, дети, я не знаю, много того, что вроде как отнимает время. И вроде как бег уже туда не вписать, особенно взрослому человеку. Эти 48 тысяч людей находят это время и вписывают туда бег. Мы хотели организовать это здесь. Ну и постепенно начали делать. Конечно, если говорить об осеннем громе, у нас уже появилась шутка, что это был не осенний, а зимний гром. Потому что это был зимний день. Я восторгаюсь теми людьми, которые пришли, потому что вечером, когда мы делали в парке Горького все было, когда мы устанавливали городок, размечали дистанцию, когда начал идти снег. И потом, когда к 5 утра выпало порядка 10 или 15 сантиметров снега, я думал, что все придут. И все пришли. И это было фантастически здорово. Конечно, это не 48 тысяч человек, это порядка 700 участников общей сложности. Но на удивление это стал самый массовый забег. На полумарафон в России, который мы организовали. Мы, это несколько человек, которые не имеют отношения ни к государству, ни к каким фондам или чему-то еще. То есть мы просто хотим, чтобы люди бегали. И видим бег как возможность, форму, досуга, развлечения, укрепление своего здоровья. И испытываем это на себе. В чем суть, Михаил, вы вот тоже бегаете. Вы знаете, я сам как бегун часто сталкиваюсь с этим. Вот я пробежал какое-то соревнование, спрашивают, ну как, выиграл? Что ответить людям, которые спрашивают, ну как, выиграл? Собственно, для большинства из нас вопрос победы не стоит. Но вы правы, действительно, мне кажется, в России очень интересная психология. Если ты вышел на старт, то тебя ожидают, что ты выиграл. На самом деле, если ты финишировал, ты уже выиграл, потому что ты выиграл у самого себя. И если посмотреть на все международные марафоны, то 90% тех людей, которые бегут эти марафоны, они не спортсмены. Они спортсмены-любители того или иного уровня. И преодоление себя является главной победой, а не победой над тем парнем, с которым ты бежишь рядом по дистанции. И действительно, если посмотреть статистику, то в России марафон пробегает от двух до трех тысяч человек в год. В Америке это 250 тысяч человек. И по большей части это именно любители, которые после работы находят время для того, чтобы тренироваться. И потом для них это огромное событие, когда они пробегают марафон. Интересно, что в конце марафона, любого марафона, тебе дают медаль. И у многих людей есть на стенке, в том числе у меня есть такая вешалка для медалей. И это символ преодоления самого себя. Это не символ того, что ты победил парня рядом с тобой. На самом деле, в марафоне есть один победитель. Бегут 48 тысяч человек. И обычно, на самом деле, это кто-то из кенийцев. Ну да. Вы знаете, вот здесь совсем абсолютно соглашусь, подписываясь под каждым словом, кроме одного, что ты не спортсмен. Мне кажется, что вот те люди, те 48 тысяч, которые выходят на старт марафона, или те 700 человек, которые вышли у вас в этот ноябрьский, октябрьский, позднеоктябрьский ледяной дождь на Синний Гром, они-то и есть спортсмены. Настоящие в том первичном смысле этого слова, которые вкладывали его в Англии в 19 веке. Когда спорт, это предподразумевалось как некое воспитание духа, воспитание тела настоящего джентльмена, когда это было мужским занятием. И вот другие-то те, которые там в Кремль ходят, ну тренируются и медали получают, и потом им вручают и чествуют в Кремле олимпийских чемпионов, они профессионалы. А вот спортсмены, мне кажется, это как раз те мы, которые жертвуем нашим, собственно, личным временем, да, не профессиональным, а личным временем, и тренируемся, и выходим на старт. Наверное, Сергей, это то, что я вижу, и это то, что я пока не знаю, как изменить в нашей стране отношение людей к спорту, отношение людей к любительскому спорту, потому что ко мне обращаются ровно с теми же вопросами, с которыми к вам. Я когда приехал с Нью-Йоркского марафона, меня тоже спросили, ну что, победил? Я говорю, ну нет. Ну а какое место занял, второе хоть? Я говорю, ну нет, говорю, 11 тысяч, там, 600, 80 какой-то, потому что после Нью-Йоркского марафона на следующий день печатают газету «Нью-Йорк Таймс» с финишным протоколом. Можно узнать свое место из этой газеты. Меня тогда спросили, а что ты ездил? Я говорю, ну пробежать. Ну денег хоть заплатили? Я говорю, нет, сам поехал. И как разбить этот лед непонимания, я пока не знаю, но, наверное, только своим примером и вовлечением людей вокруг. Я могу сказать, что за последние 3 или 4 года я занимаюсь триатлоном, то есть имея в арсенале еще плавание и велосипед, среди своих близких, родных, знакомых и друзей, стараюсь вовлекать людей в один из этих трех видов спорта. Например, я очень горжусь тем, что я вовлек своего папу, своего брата, и мы съездили и переплыли Босфор в этом году, и ездили в прошлом году с папой вдвоем, переплывали Босфор. Это хорошая спортивная цель, это 6,5 километров, это не маленький заплыв, он достаточно массовый. Я вовлек огромное количество людей в своей компании, в то, чтобы бегать или ездить на роликах. Есть разные заезды в Европе. И я не видел ни одного человека пока среди них, кто после достижения и покорения какой-то своей вершины, достижения финиша, получения медали финишера, сказал бы, я больше этого делать не буду. То есть все... Чак-чак втягивается. Да, втягивается, каждый ставит себе какую-то новую цель, какой-то новый забег, новый заезд, какой-то новый заплыв. И это очень вдохновляет, потому что это, мне кажется, добавляет каждому из нас некоторого новой грани, что ли, смысл. Мне очень нравится Мишина метафора по поводу жизни, что мы не можем особенно влиять на ее длину, потому что она может закончиться в любой момент, но мы можем точно влиять на ее ширину и глубину. И мне кажется... Знаете, у меня тоже, похоже, есть у меня мой покойный уже отец, говорил, что главное не количество лет, а качество дней. И вот этот вопрос о качестве и на полности дней, мне кажется, напрямую отвечает на то, зачем люди выходят на старт марафона Айронмена или чего-то такого. Вы знаете, вот здесь, мне кажется, очень интересный есть еще момент, то, что... Ну, как вам сказать, мы живем в цивилизации комфорта. Есть такая установка, что мы каждый свой день все постоянно делаем комфортнее, удобнее. И вот эти бесконечные тренировки, эти старты, на которые люди выходят, это вот какой-то шаг за пределы этого комфорта. Создание каких-то более жестких условий, из которых ты выходишь другим лучшим человеком. Вот есть ли такой компонент для вас тоже, то, что это некая посткомфортная цивилизация? Михаил. Да, я могу сказать по себе. Я бегаю, наверное, уже, может быть, 15 лет, сколько я помню, наверное. Каждый несколько раз в неделю, два-три раза в неделю. Но именно бегать с номером на груди и с местным стартовым протоколем я начал два года назад. Вот. Я могу сказать, что вот эти два года я все время перешагивал через свою зону комфорта. Есть такие вещи, как интервальные тренировки. Интервальные тренировки ты можешь делать только если у тебя есть какая-то цель. Ты не будешь самостоятельно делать интервальные тренировки, если у тебя нет впереди старта. Но всю свою жизнь, когда я бегал, я старался бегать вечером, я прям чувствовал, как вместе с потом из тебя выходит та отрицательная энергия, которую ты накопил за день на работе. И более того, ты отключаешься. В современном мире ты все время подключен. Такой always on. У тебя всегда есть телефон, интернет, кто-нибудь еще, и ты не можешь побыть наедине с собой практически ни минуты. Во время, когда ты бегаешь, либо когда ты едешь на велосипеде, либо когда ты плывешь, у тебя есть уникальное время, когда ты отключаешься. И довольно большое количество идей, которые я там позже реализовал в бизнесе, они пришли именно во время пробежек, либо во время длительных тренировок на велосипеде. Я одно время даже бегал с диктофоном и записывал какие-то идеи, которые у меня возникали. Или первым делом, когда я прибегал домой, я там старался записать то, чтобы мне пришло какие-то небольшие озарения в голову. Ну да. Я хочу просто поделиться еще одной мыслью. Я в этом году бегал в берлинский марафон и познакомился с несколькими людьми, для которых это был первый марафон. Были очень состоятельные люди. И они говорили, что ты люди, которые могли бы все себе позволить, все, что хотели. Но вот именно такие вещи, которые ты... Марафон ты можешь только пробежать сам, за тебя его никто не пробежит. И айронмен ты можешь сделать только сам, за тебя его никто не сделает. И то количество энергии и времени, которое они инвестируют в тренировки, а если бы это была не внутренняя мотивация, внешняя мотивация, невозможно было заставить людей так бегать. Ты ни за какие деньги, ни за какими угрозами я могу заставить это бегать. И так на самом деле интересно происходят такие феноминальные вещи, когда люди, может быть, призывая кризису среднего возраста, находят себя в спорте и тренируются довольно много. Жертвы, казалось бы, какими-то важными вещами, но при этом становятся лучше. Ну, они, да, обратно же отдают в эти важные вещи. То есть вообще, если подумать, ну, собственно, я из той же колоды, что и вы, занимаюсь спортом и именно таким любительским соревновательным спортом. Ну, то есть какие-то недели у меня, скажем, уходят на тренировки порядка там 18-20 часов. Да, 20 часов из недели, казалось бы, сколько можно профессионально успеть, да, там, сколько, сколько можно каких-то других еще вещей сделать. Вроде бы, как я беру это у жизни. Но у меня такое ощущение, что это время, которое возвращается гораздо более высокой интенсивностью твоих оставшихся других часов вот этой вот жизни. Ну, это точно. То, что я могу добавить к словам Мише, занятия спортом дисциплинируют. И для меня, например, они во многом являются уроком и примером того, как я могу относиться к другим вещам в своей жизни. Если я могу здесь поставить цель, если я могу здесь быть в обязательстве, если я могу здесь делать не всегда то, что мне нравится, я могу делать это и в другой области. И это, ну, точно в эти несколько лет бега, плавания, велосипеда многому научили меня в отношении работы, в отношении моей профессиональной деятельности. И я не устаю этому учиться там. То есть это как способ обучения, наполнения жизни. И у меня точно нет ощущения, что это отнимает, скорее добавляет, да, присоединяясь к вашим словам. Ну да, здесь, вы знаете, вот тоже очень важно, я хочу подчеркнуть этот момент, что это не тот вот этот вот комфортный, оздоровительный спорт, как вот раньше там или говорили бегом от инфаркта, или вот, что здесь очень важна некая супермотивация. Ты должен поставить себе, пускай какую-нибудь цель, я не знаю, там, финишировать марафон в первых десяти тысячах даже, предположим, там пробежать. Просто финишировать марафон, это уже хорошая цель. Да, да, просто-просто добежать марафон даже там, не в первой десятке, не в первой сотне. И вот эта вот мотивация, вот это вот соревнование, оно добавляет совершенно новое измерение к жизни. То есть ты выходишь из вот этой зоны удобства, зоны комфорта ради достижения чего-то высшего. Напоминаю, что у нас в гостях главный редактор издательства «Ман Иванов Фербер» Михаил Иванов, бизнес-тренер Максим Журила. Мы вернемся после небольшого перерыва. Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня говорим об осеннем марафоне. Вы знаете, в том числе даже тот осенний марафон, который знаменитый фильм «Данелия». Вы помните, там есть вот этот вот у героя, его друг, не бельгиец, а профессор-то, датчанин, по-моему, да, датский профессор. И они вот откуда берется сама метафора осеннего марафона, и он как таким чудаком каждое утро приходит, а герой там с похмелья или еще что-то, и он вытаскивает на эту утреннюю пробежку. И он некий представитель такого западного общества. Я с нашими гостями сегодняшними говорю, Михаил Иванов, главный редактор издательства «Ман Иванов Фербер» и Максим Журила, бизнес-тренер компании «Бизнес Релэйшнс». Ну так вот, к вопросу об этом вот датском профессоре, который вытаскивает нашего недотёпа вот этого героя, Олега Басилашвили, в осеннем марафоне. Почему эта культура беговая так пока не признана у нас? Что всё-таки очень часто бегун, но я не знаю, там бегая, сталкиваешься с вопросом, там типа «Динамо бежит», все бегут. То есть, скажем, в нормальном парке, парке Горького, скажем, нет вот этих вот тысяч бегунов. В чём такая разница? Хороший вопрос, Сергей. Ну, мне кажется, всё-таки есть очень положительная динамика. Поскольку я бегаю много лет, часто я бегал раньше один в парке, но сейчас я каждое утро и каждый вечер встречаю всё больше и больше бегунов. Мне кажется, это что связано с каким-то уровнем сознания и благосостояния. Я не очень хорошо помню, что было в Советском Союзе, было ли там много бегунов, но сейчас, мне кажется, когда люди доходят до какого-то уровня благосостояния, то сам следующий шаг — это такая забота о себе, и забота о себе в том числе через преодоление и через бег. Ну, наверное, когда уровень выживания уже и решён, и вопрос о нём не стоит, то появляются какие-то новые интересы. Это же не только о беге, это о любых увлечениях людей. Это может быть музыка, это может быть бег, это может быть плавание, это может быть танцы. Ну да. И когда у нас не стоит вопрос выживания, мы можем заниматься чем-то большим. Наверное, сейчас такой этап, по крайней мере, в Москве, в крупных городах, когда мы можем позволить себе заниматься чем-то большим, чем выживание. Ну ведь, да, Михаил. Ну, я хочу добавить, здесь ещё очень важная вещь, вот Максим может расскажет, о том, что есть ещё очень много людей, которые занимаются в тренажёрных залах. То есть в Москве количество тренажёрных залов значительно кардинально больше, чем джимов таких, спортивных клубов, значительно больше, чем в Советском Союзе, на порядке, наверное, больше. Потому что в Советском Союзе не было. Ну их вообще-вообще не было, да. И много очень людей ходят заниматься именно в спортивные залы. Но есть два типа занятия. Когда процессно ориентированно ты приходишь, у тебя, ну, единственное какое занятие может быть, единственное соревнование, которое может быть два раза в сезон, там, двоеборье, жим, штанги, лёжа и приседания. И ты не очень понимаешь, к чему ты стремишься. А когда ты начинаешь заниматься каким-то спортом, связанным с тем, что ты потом выходишь на соревнования, то ты уже начинаешь выходить из спортзала. И мне кажется, вот следующий шаг, когда люди, которые уже приелись, немножко устали, потому что психологически это довольно сложно, просто ходить в тренажёрный зал. А не следующий шаг, они выйдут в парке, выйдут на дорожке. За то, что знают хорошие инструкторы в фитнесе, 95 примерно процентов людей приходят в клуб для того, чтобы похудеть. Это общая, единая цель. И если инструктор может вовлечь человека в какую-то другую цель, отличную от килограммов, как преодолеть, не знаю, дистанцию 21 километр, не знаю, проплыть что-нибудь, то он получает этого клиента очень надолго, потому что такие цели зажигают, такие цели цепляют, такие цели оставляют человека в спорте надолго. Цель похудеть на 5 килограмм, она очень редко цепляет человека надолго. Ну да, вы знаете, мне кажется, очень интересное здесь такое различие надо провести. С одной стороны, ходить в тренажерный зал, это некий способ, ну вот это лайфстайл такой, это способ времяпрепровождения, это и некий коллектив, это и некий клуб, это и музыка там играющая, это и знакомый там, и, я не знаю, там способ познакомиться с кем-то, пойти там выпить энергетических коктейлей в баре, что-то вот такое. То есть это некая клубная такая вещь, это действительно процессно-ориентированная вещь. А с другой стороны, вот эти вот бесконечные тренировки, насиливание себя, так сказать, ну даже не насилие над собой, преодоление собственного барьера постоянно, для того, чтобы достичь какого-то, допустим, незначимого результата, вот, оно очень важно. Вот я в этой связи хочу наших слушателей спросить, а как вы считаете, нужно ли обычному человеку бегать марафоны, обычному, не ставящему себе больших спортивных целей? Нужны ли вот такие вот спортивные соревнования? 65, 10, 99 и 6, код Москвы 495. Вот у нас есть звонок Александра. Александр, слушаем вас. Да, добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Интересная дискуссия, да, сразу отвечу Сергею, если можно. В принципе, Сергей, как вы знаете, пробежается за два года, я думаю, может любой человек, если начать с нуля. Вот, то есть, в принципе, если... То есть, ответ положительный, да, нужно. Ответ положительный, да. Он просто будет бегать, начинать там с трех, и поднимать там до 20 километров, я думаю, если человек пробежит 20, то он пробежит марафон. Вот. Что касается всего остального, вообще дискуссия, дискуссия интересная. Вот хотел бы, в связи с этим, вам пару наблюдений, вот по клубу, да, вы говорите, что интересно. Вот рядом, скажем так, с элитным клубом, да, фитнес, открыли, ну, сейчас много открывают, площадку тренажеров на улице, этих антивандальных, зелененьких. Может быть, вы видели все. Да, да, да. Она по утрам забита реально людьми, значит, теми, кто не может купить себе абонемент, который стоит годовой в клуб 70-80 тысяч. То есть, у людей потребность, ну, очень высокая, и занимаются, подтягиваются, отжимаются там. И очень много людей занимается, да? Ну, понятно, понятно. То есть, более, более все это. Ну, продолжим мысль про бег. Бег – это самый демократичный вид спорта. То есть, правильно говорят ребята, что в парке Горького, там, раньше было 5 лет назад, там, 10 человек, сейчас бежит вечером 200 человек. В жаркое время. Появляются какие-то группы, значит, соответственно, у которых какие-то там есть занятия. Два раза в неделю, да, в жаркое время, в хорошее. Ну, да. И, соответственно, очень-очень большая популярность. И напротив, в Лужниках, соответственно, то же самое происходит. Ясно, ясно. Александр, спасибо. То есть, больше, чем мы предполагаем. 65, 10, 99 и 6. Нужно ли обычному человеку бегать в марафоны или вообще спортивные соревнования? Дмитрий, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Хочу сказать, что, конечно, нужно бегать. И хотел вообще выразить огромную благодарность вашим гостям и вам за поднятую тему. Вот сейчас послушал буквально 20 минут, прямо зарядился энергией, что называется, и сразу проснулся опять желание подвигаться, побегать. Вот иногда бегаю и езжу на велосипеде, вот этим летом установил свой собственный мини-рекорд, вот такой, скажем, 54 километра я проехал. Ну, так, для меня это было чем-то новым. Хочу сказать, что вообще, вот ваш гость говорил, что когда езжешь на велосипеде, действительно отрываешься от этой суеты, от всего, да, начинаешь видеть как-то все вокруг и жить какой-то более полноценной жизнью. Это абсолютно так и есть. И не то, что время тратишь, да, а начинаешь жить действительно более полноценной жизнью и вообще видеть то, чего ты ежедневно, там, проезжая в машине, доход там обратно, просто не замечаешь иной раз. И, конечно, это нужно, и марафоны бегать нужно, потому что это цель, это преодоление себя, и ты потом себя начинаешь чувствовать лучше, выше, да, и как-то сильнейше. Ну, да. Дмитрий, спасибо. И не оставляйте вот этого вот порыва сейчас, я не знаю, может быть, дослушайте нас, или, может, даже не дослушайте, пока есть вот это вот желание, выходите, идите на улицу и бегайте. Тем более, что вечер такой вроде достаточно прохладный, и приятный, и воздух очень чистый, и много кислорода сегодня в воздухе. Андрей у нас на линии, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Я вот в моем случае, к сожалению, бег вреден, вот, но я посещаю спортзал, так как это необходимо мне, чтобы я занимался своим хобби в спортивном плане, вот, то есть мне необходимо поддерживать, как бы, структуру тела. Я занимаюсь мотокроссом. О, мотокроссом, однако. Да, вот. И в моем случае, как бы, при консультации с тренером мы разработали некую программу, которая работает конкретно на те группы мышц, которые меня интересуют. Я не профессионал, я хобби, скажем так, мне это очень нравится. И по теме, наверное, я действительно вижу много народу, которые занимаются на тех же самых антивандальных тренажерах, потому что, ну, более, судя к нам, гуляя с собакой, с женой, с ребенком в парках, их действительно много, и много забито площадок футбольных, они постоянно забиты, люди постоянно играют, занимаются. Ну да. Очень здорово. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо, Андрей. Ну, вы знаете, вот тоже, мне кажется, интересный момент, который можно обговорить вот в связи с нашими циклическими видами спорта. Ведь мне кажется, что очень важно заниматься на улице, потому что спортзал прекрасен, и в нашем климате это все, в общем-то, объяснимо, особенно если учитывать, скажем, та же погода, которая была на ваш осенний гроб. Но тем не менее, вот в эту погоду вышли люди, и вот я считаю, что для лыжников, для бегунов, для велосипедистов очень важно вот этот вот контакт с открытым воздухом и контакт с космосом. Собственно говоря, энергия даже идет оттуда. Вы как считаете? Я абсолютно, я очень за открытый воздух, и видя в спортзал, а спортзал я использую только для плавания в бассейне, ну, и иногда для силовых тренировок, видя там в 7 часов, в 8 часов вечера 20 беговых дорожек, полных людей, и еще очередь на них из тех, кто тоже хочет встать на беговую дорожку перед телевизором. Мне хочется просто громко сказать, люди, выйдите на улицу, какая разница, в дождь прекрасно бегать, мне очень нравится бегать в дождь, приходишь чистый домой практически. Ну, здесь, да, здесь же очень важный элемент преодоления не только себя, я бы не сказал преодоление природы, а нахождение некой гармонии с природой. Вот я это очень хорошо знаю, например, как лыжник, я изначально по своей такой любительской спортивной специализации лыжник, и вот для нас, лыжников, это невероятно важно, потому что ты должен радоваться любой погоде, вот даже вот сейчас, скажем так называемую предсезонная подготовка, вот лыжники занимаются имитацией, там, бегают с палками, и вот, ну, кажется, хуже погоды не изобретешь, вот эта вот грязь, слякоть, все серое вокруг, но тем не менее, надо как-то себя заставить, не заставить, а просто полюбить вот эту вот осень, и выйти вот в этот осенний воздух, и понять, что в природе прекрасные 365 дней в году. Ну, это так, я все-таки хочу добавить, я практически никогда не бегаю в зале, только в самые, самые морозные вещи, там, дни у меня есть специальные кроссовки с шипами, по которым я могу бегать даже по совершенно скользкому льду, но в триатлоне есть такой вид спорта, вид как велосипед, и велосипед в России очень мало, можно найти относительно безопасных дорог, где ты можешь кататься, ну, особенно там, а зимой ты нигде не можешь кататься, поэтому, ну, это многие люди, кто занимаются личным видом спорта, они переключаются на лыжи зимой, ну, я, поскольку занимаюсь всего несколько лет, я много времени провожу на станке, на велосстанке, и у меня были очень длинные тренировки, шести, шести с половиной часовые тренировки, которые я делал на станке. На станке! Это только, после этого еще было полтора часа бега. Это какая-то мотивация. И без компьютера, без экрана? Нет, без экрана. А, симуляторы есть. Нет, там не было симуляторов, я ставил простую программу, простой уклон, там, 0,2%, и где-то больше ставил, уклоны. Ну, у меня был телевизор, но все равно 6 половин часов на станке, у меня есть специальный такой мат под станок, который впитывает много пота. Да, кто знает, да, крутка на станке, это вещь такая. Ну, просто альтернатива, это Дмитриевская шесть, например, возле моего, ну, относительно возле моего дома, ну, а там совсем летом там сбили человека. Там страшно, сбили очень многих. Моя жена запретила мне ездить на улице в России. Вы знаете, да, это, к сожалению, надо сказать, и нашим слушателям, мы здесь все трое занимаемся тоже любительским велоспортом, и, скажем, то количество просто знакомых людей, которые были сбиты и просто погибли за последние несколько лет, оно чудовищно. Будьте очень осторожны на дорогах, всегда носите шлем, ну, и вот действительно, как бы у нас в Москве велоспорт это Крылацкое, вот мне повезло, я там живу рядом. Дело в дорогах в Крылацком, по сути, единственное, где можно кататься, и то там сталкиваются велосипедисты. И велосипедисты, и люди, и собаки, то есть это тоже такое довольно экстремальное, ну, самое безопасное место в Москве. Самое безопасное, наверное. Но оно все равно, то есть оно все равно там круг 4,5 километра, малый круг, если ты ездишь в длинную тренировку, 100-километровую тренировку, то ты уже знаешь каждый сантиметр этого асфальта. Циклические, так они и есть, циклические виды спорта, бегаем как белки в колесе. Телефон студийный 651099,6. Нужно ли обычному человеку бегать марафоны? Владислав. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Владислав из Москвы. Я хочу, во-первых, оппонировать тому молодому человеку, который передо мной звонил, то, что ему противопоказан бег, я, так сказать, не раскрываю. Хочу сказать, что бег показан всем абсолютно, но только надо иметь правильную программу подготовки и правильно бегать, и тогда он будет показан. Это раз. А во-вторых, вот насчет того, перед этим говорили насчет спортсменов, я вот сам, я пробежал 13 марафонов, в данный момент небольшой перерыв, из-за того, что вывихнул ног, но это не связано со спортом. Вот, так вот, насчет того, как называться. Я бы вот хотел называться физкультурником, немножко поглубже посмотреть. У нас это слово имеет какой-то очень такой негативный. А надо бы его раскрывать, надо быть физически культурным человеком. Вот тогда будет любому показан бег, потому что он действительно очень полезен. Понятно. И, исходя из этого, ответ на ваш вопрос, нужно ли каждому человеку бегать? И марафоны, тем более марафоны, потому что именно на марафоне раскрываются вот все возможности. Я сам начал бегать, ну, бегал я так эпизодически, в общем-то, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть всю жизнь. Марафон первый бежал в 59 лет. И вот эти 13 марафонов я чувствовал, когда возрастала нагрузка, у меня то там заболит, то там, то там, то там заболит. И когда продолжал я, само собой, давай отдохнуть и продолжал, уходило, в этом месте ушло, потом на каком-то периоде в другом месте какая-то боль пришла. Ну да, понятно. И опять она прошла, и потом я вообще забыл о каких-то, где-то я встречал там человек, меня встречает, пробегая, и он спрашивает, а как же насчет одышки? Я уже даже был не готов к этому ответу, я просто забыл, что это такое. Владислав, спасибо. Спасибо, отлично совершенно рассказ. И вот действительно, надо сказать, что вот когда глядишь на тех, кто финиширует на марафонах, то возрастает число, чтобы не думали наши слушатели, что это удел молодых людей. Собственно, чем старше возрастная группа, тем, как правило, не знаю, до 60 лет очень часто просто растут число участников этой возрастной группы. И затем уже все равно очень многие, 60, 70, 80 и 90-летние. Более того, Сергей, на айронменах ваша возрастная группа является самой большой. Ну да, 40+, это самая большая. 40, 45, 50-летние. Это люди, уже чего-то добившиеся в жизни. Люди, которые могут, так сказать, организованно, ну да, такой средний возраст, более-менее организованной жизни, могут уделить время вот этому вот, вот этим вот тренировкам. А еще есть интересный факт по поводу марафонов современных. А в Америке сейчас количество женщин на финише больше, чем мужчин? Я не знал, кстати. В России совсем обратная ситуация. У нас абсолютно обратная. Количество женщин растет, в общем, как количество бегунов. И мне кажется, в пропорциях женщин растут быстрее, но пока все равно еще очень большой разрыв. Ну, у нас очень, да, очень патриархальная в этом отношении культура. Я думаю, изначально такая вот как-то дискриминация, то, что там, я не знаю, женщина с семьей занимается, а муж бегает. А вот вы, кстати, как у вас ваше увлечение, оно с семейными обязанностями сочетается? Как ваши семьи ваши такие марафонские триатлонные увлечения воспринимают? Ну, мы совместно делаем все увлечения и бегаем в том числе. Ну, у меня супруга очень поддерживает меня в моих увлечениях. Мне кажется, она очень мудрая женщина. И видеть, что если есть энергия, надо ей дать позитивный какой-то выход, а не какой-нибудь негативный выход. И она очень спокойно относится к этому. Я очень редко, то есть я скорее себя ограничиваю, а не она меня ограничивает по сборам, по тренировкам, по каким-то еще сложным вещам. К сожалению, она вот, случилось у нее несчастье, она на велотреке, как раз она в первый раз ездила в контактных педалях, она упала и порвала заднекрастообразную связку. Ездила на операцию, но, к сожалению, все восстановилось, но сейчас она не может тренироваться. А так мы летом вместе ездили всегда на велосипедах, когда мы жили за городом. Каждый вечер мы ездили, ну, мы ездили на маутинбайках, она не катается на шоссейном велосипеде. Ну да, по тропам, по дорогам. Более того, кстати, все большие международные соревнования это отличный повод для семейной поездки, потому что накануне основного забега всегда есть детский старт, и дети тоже могут принять участие. Да, это тоже, кстати, очень важно сказать, что вот у меня многие знакомые, скажем, всей семьей выезжают, там, если даже несколько детей, разные возрастные группы, есть забеги для пятилетних, забеги для девятилетних, жена бежит свой, есть даже женские забеги, например, там ингодинский марафон, там у них есть так называемый Frauenloaf, там женский забег, ингодинский лыжный марафон, который каждый год в марте проводится. И вот, скажем, муж бежит большой крупный марафон. 65, 10, 99 и 6. Скажите нам, нужно ли обычному человеку в обычной жизни бегать марафоны? Евгений, слушаем вас. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Вы знаете, вы затронули одну тему, потом с нее немножко сошли, а мне кажется, она очень важная. Верните нас. Вы говорили, да, можно вернуть? Да. Вы говорили о том, что для человека, ну, скажем так, тупо заниматься каким-то видом спорта это одно, и внести некий соревновательный дух это другое. Элементарный пример. Дворовый футбол, который был популярен в Советском Союзе и даже популярен до сих пор. Вот просто выйти поиграть, ну, хорошо, кто-то выиграл, кто-то проиграл, а вот если вдруг несколько домов составят простую шахматку и устроят соревнования, люди становятся дисциплинированными, они больше приходят на тренировки, они стремятся доказать, что вот их команда, это лучшее, появляется... Ну, мотивация, совершенно другой уровень мотивации. И вы знаете, что в общем мотивация даже не важна. Мотивация может быть самой идиотской, но если ее достичь, то тоже будет удовольствие. Ну, например, на антивандальной качалке доказать, что она не такая уж антивандальная, не оторвать. Понятно, да, Евгений, спасибо, но такая, дай бог, чтобы не у всех появилась такая мотивация, потому что число таких доказателей оказалось ограниченным. Мне кажется, очень интересный вопрос затронул Евгений. Проблема в России с массовыми любительскими стартами. В велоспорте их совсем немного, в триатлоне их можно прочитать по пальцам одной руки, и их просто не хватает, потому что если у тебя нет старта, ну, многие люди там ездят за рубеж на старт, но не у всех есть возможность поехать за рубеж на старты. И реально вот их не хватает, даже беговых стартов не хватает. То есть у нас календарь, если открыть календарь марафонов или там беговых стартов, я уже не говорю про Америку, где это очень развито, про Германию, да даже про Латвию, то их там больше, чем у нас там в большой России. А если нет стартов, нет развития. Да, количество вот таких мелких стартов на душу населения местных, организуемых местными властями, оно вот, скажем, у наших прибалтийских соседей, вот я в Эстонию постоянно езжу, оно фантастическое. У нас все почему-то знают, вот скажем там, лыжня России, или московский марафон мира. Вот я там бегаю на лыжах, меня спрашивают знакомые, ну как лыжню России бежишь? Им никак не объяснишь, что я не хочу даже бегать, это огромное чиновничное мероприятие, где стоят солдаты, куда сгоняют людей по разнарядке предприятий. Вот что у нас есть множество мелких стартов, которые проводят там наши лыжные клубы, энтузиасты, сами буранами готовят, и мы между собой бегаем эти старты. Но то же самое с московским марафоном мира все. Ах, боже мой, московский марафон мира. Сколько там зрителей? Ну тысячи две, наверное, три. Мало совсем. Я думаю, меньше. Даже и того нету. Плюс-плюс милицейское цепление. Как это сравнить с берлинским марафоном, где на улице выходит полтора-полтора миллиона человек? 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, нужно ли обычному человеку в обычной жизни бегать марафоны? У Андрея вопрос. Слушаем вас. Андрей, вы на линии? Алло. К сожалению, Андрей нас не слышит. Можете нам перезвонить. 65 10 99 и 6. Вы знаете, я вот что сейчас хочу, какой вопрос поднять. Мы говорили о том, что вот эта вот страсть к бегу, к соревновательному, к марафонам, к триатлонам, она появляется с ростом благосостояния общества. А вот возникает ли у нас рынок? Потому что с этим связан совершенно особый рынок магазинов, тренировок, специализированных изданий, специальных турагентств, которые возят на международные марафоны. Вот этот вот... Вы, собственно, два человека, которые в этой сфере здесь работаете, потому что, вот скажем, издательство Иванов, Ман Иванов Фербер, главный редактор издательства, сейчас у нас в гостях, вы тоже публикуете достаточно большой объем литературы по спорту, там, Библия, триатлеты, книга, Библия велосипедиста и так далее. Вот этот вот рынок появляется ли платежеспособный спрос? Ну, на мой взгляд, появляется. То есть мы это видим по книгам, плюс появляются компании, которые организуют... Ну, есть компания, которая организует выезды на международные марафоны, у них большой спрос. Есть компания, которая организует тренировки, это интересный очень вид удаленных тренировок. То есть бывшие спортсмены находят для себя работу, тренируют любителей, то, чего несколько лет назад не было. То есть возникает от любителей спрос, вот, ты хочешь побегать или хочешь научиться плавать? Как это сделать? Вот какой сделать первый шаг? И вот я вижу, что рынок растущий, темпы очень большие, но пока маленькая база. Да, я могу согласиться с Михаилом, более того, имея отношение к двум компаниям, которые так или иначе связаны со спортом. Одна из них, это I Love Running, это как раз во многом то, о чем говорит Михаил, это клуб для любителей, для тех, кто хочет начать бегать, для тех, кто хочет подготовиться к какому-то мероприятию. Мы придумали уникальную для этого рынка программу, это проектный клуб, семь недель, конкретная цель в конце, любой желающий может прийти на эти семь недель, начать тренироваться, две очных тренировки с профессиональным тренером в неделю, одна вечером, другая утром, выходной день. и сейчас у нас уже более ста человек так или иначе занимаются, ходят на тренировки. Это коммерческий проект, то есть люди платят деньги для того, чтобы тренироваться. Мы видим очень большой спрос. То есть мы видим спрос на то, чтобы заниматься спортом, на то, чтобы выходить из спортзалов на улицу, на то, чтобы иметь профессионального тренера, который будет консультировать, помогать, на то, чтобы находиться, об этом мы тоже, кстати, сегодня еще не говорили впрямую, но мне кажется, и Миша согласится, что за эти несколько лет, сколько мы с тобой занимаемся спортом, наш круг общения несколько изменился. То есть у нас появилась новая среда, в которой мы находимся. Это новые люди, это те люди, с которыми, возможно, мы не встретились бы, если бы мы продолжали жить так, как мы жили без спорта. Запрос на это есть. Да, это пока не так массово. В Америке, например, по статистике, около 30 миллионов человек, которые регулярно бегают. В нашей стране, по моим подсчетам, их не более 15-17 тысяч. Тысяч? Тысяч, да. В России? Да, которые регулярно бегают. Ну, есть статистика. Я вообще потрясен, я должен осмыслить эти цифры, но да. Но есть статистика, самый крупный марафон в России, это марафон Белой ночи, финишируют меньше тысячи человек. В Петербурге. Да. При том, что там есть, ну, иностранцы и так далее. Московский марафон мира в этом году финишировал, не знаю, 400 человек. То есть это... Ну, это страшные цифры, то есть их никто там не видит, не озвучивает, да, но если там сравнивать с крупнейшими марафонами, европейскими или американскими, то у нас тысячекратные отличия. То есть это разно-разно-порядковые вещи, это не то, что у нас там проценты какие-то. Да, да, да. Это просто разно-разно-порядковые вещи. Если посчитать, там 30 миллионов от американского населения это практически 10%, то есть каждый десятый бегает, а в нашей стране 15 тысяч от 150 миллионов, это 1%. Нет, это не... Это не менее 1%. Да, 1,1%. То есть мы достаточно сильно от Сталина догоняем. Но с другой стороны, я думаю, что сейчас ты можешь согласиться, что тоже те люди, которые занимаются там циклическим видом спорта, что делают какие-то длинные дистанции, тоже такой типа элитный клуб, такой как вот десантники, да, такая есть община и... Ну, Iron Man-то же точно. Да, то есть мы не... У нас нет такого дня десантника яркого, но все равно те люди, которые сделали Iron Man, там, наверное, меньше сотни сейчас в России, те люди, которые регулярно бегают в марафон, это уже изначально подносишься к ним, ну, в структуре даже бизнеса, с большим уровнем доверия. То есть это создается такая среда, кстати, да. Да, это очень-очень интересно. Опять-таки сошлюсь здесь на пример одного своего товарища, который, Iron Man в том числе, который бегает регулярно марафоны, лыжные марафоны ингодинские, вот он, скажем, открывает сейчас бизнес в Швейцарии. И вот он мне рассказывал, как к нему открываются совершенно иначе его швейцарские западные партнеры, когда узнают, что он бегает, скажем, регулярно вот эти вот лыжные марафоны серии World Loppet. Совершенно иначе идет бизнес. К нему иначе располагаются чиновники местной администрации, ему, так сказать, идут, дают всякие льготы. То есть люди понимают, что человек, который способен организовать свою жизнь так, чтобы пробежать довольно серьезное спортивное соревнование, он, значит, и в бизнесе также будет ответственен. Он, значит, будет и таким же ответственным жителем, так сказать, какого-то местного городка и так далее. Вот это вот удивительный вот этот интерфейс. Потому что это тоже значит, когда спорт пришел в жизнь. И когда это профессиональный спортсмен, который там с пяти лет был вынут из жизни и воспитывался вот для того, чтобы стать таким вот, как у нас. Есть один знакомый, называют лабораторные спортсмены. Вот. А именно человек, который сам себя создал. У нас есть один хороший знакомый с Мишей Общий, это представитель правления одного из коммерческих банков. Он даже сделал специальную программу в своем банке кредитных карт для триатлетов. И в зависимости от той дистанции, которую ты преодолел, большее кредитный лимит. Больше кредитный лимит. Если вы хотите Вестабанк с протоколом Айронмена, чтобы вы сделали Айронмен, то 300 тысяч рублей овердрафта по карте вы можете получить без каких-либо дополнительных проверок. Ну, а, кстати, интересно, его зовут Виктор Житков. Когда ты заходишь к нему в кабинет, у него кабинет украшен стартовыми номерами, которые сделаны в паспорту, и очень красиво. То есть у кого-то что-то еще. Да, у кого-то Путин висит. У кого-то Путин, у кого-то охота там, я не знаю, с губернатором. У него стартовые номера, которые пропитаны его потом. Павел Владимирович у нас на линии. Слушаем вас. Вот. Вы знаете, я, конечно, в марафон никогда не бегал, но зато каждую субботу я своих пацанов с полной выкладкой десяточку. Пацанов это кто? Дети? Как дети? Пацаны кто? Ну, пацаны это такие 18-19-летние ребята. Угу. Я майор ВДВ. А, понятно. Как вы, с полной выкладкой? С полной выкладкой каждую субботу десяточку. Это, конечно, не марафон, но 25 килограмм кирпичей в рюкзаке и автомат. Ну, я считаю, это вполне... Ну, это хорошо. А в гражданской жизни, как вы считаете, они будут продолжать бегать? Ну, вы знаете, честно вам могу сказать, что... так скажем, 20% остается на сверхсрочку. Угу. Ну, а те 80, которые, вот, так сказать, после этих кроссов десяти километровых... А те 80 мужиками становятся... Что может быть, извините? Становятся мужиками через два года. Становятся. Ну, так вот, настоящему мужику дальше уже, когда в гражданской жизни, как вы считаете, нужно продолжать бегать? Или, скажем, бегать именно соревнования? Ну, как сказать, если ты спортсмен, значит, ты спортсмен, потому что спортсменов у нас тоже много. Понятно. Ясно. Хорошо, Павел Владимирович. Вот такие вот... Будет здорово, если одну из субботних тренировок они заменят на какой-нибудь забег десантников. Никогда много на забегах не бывает. Да, кстати, действительно, очень часто военные, вот, скажем, какой-нибудь взять американский марафон обычный, там очень много, особенно если рядом военная база, вообще половина людей будет это именно... Причем не в обязательном порядке, а люди добровольно выходят и бегают. И вот очень хорошо, чтобы подчиненные нашего десантного майора, они как-то, так сказать, вот эту свою физическую форму в такую вот социальную вылились. Кстати, интересно, я так, что, ну, вот те профессиональные спортсмены, которые бросают спор, не знаю, 18-20 лет, когда они не попадают, это на уровень первой сборной, их так перекармливают спортом в спортивную школу, что они после этого никогда не заходят в бассейн и никогда не бегают. То есть вот здесь возникает такое обратное отторжение. И по большому счету все те люди, которые сейчас в среднем возрасте или в более взрослом возрасте вернулись к спорту, они вряд ли когда-то были там долго в спортивных школах. То есть их не испортили, не перекормили. Вот у нас, да, мне кажется, это у нас российская проблема, вот это вот диктата профессионального спорта и то, как в профессиональном спорте отжимают человека. И, соответственно, очень не так много профессиональных спортсменов, которые, может быть, спустя 20 лет возвращаются. Вот я вот по нашим всяким марафонским, беговым, лыжным знаю, которые, так сказать, на 20 лет получили там прививку от соревнований, и там в возрасте 45 лет, скажем, они возвращаются в спорт, с чем, чтобы уже, так сказать, что-то побегать. Мне кажется, здесь есть очень правильное слово от любителей, то есть называется те, кто, мы такие любители спорта, вот любители от слова любовь, вот те люди, которые приходят к спорту через любовь. Да, согласен. И очень осознанно, то есть это их выбор. Например, Вейла в раннинге, один из наших тренеров, она совмещает работу в детской спортивной школе и в нашей школе бегать для взрослых людей. И то удовольствие, с которым она проводит вечерние занятия со взрослыми, оно отличается от того, как, например, она работает с людьми, когда приходят родители, приводят там насильно своего ребенка и говорят, ты будешь здесь заниматься, и у него нет выбора, он не может там им перечить, и она пытается как-то там его вовлекать. Ну, конечно, это пространство выбора, это то, что ты сам свой лайфстайл выбираешь, бег. 65, 10, 99, 6. Людмила на линии. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотела рассказать такую свою историю про вот любовь к бегу. Значит, у меня... Если можно радио там отключить, и у вас... пришла рассылочка по электронной почте, пригласили весной в клуб беговой лужники, чтобы подготовиться к марафону лужники и пробежать бег хочет танцуется. Вот. Я пришла, и мне так все очень понравилось, совершенно бесплатно. Были тренеры, энтузиасты, даже вот из Канакова такой слава пестриков. Вот. А потом, значит, как бы мы побежали в мае к марафон, значит, как продолжение в парке Горького работал до самого последнего времени клуб Nike. Это все совершенно бесплатно. И, ну, в лучшие дни приходили люди, там, по 100 человек. Три группы по интересам, по возможностям своим. Сейчас, правда, работает клуб Nike, но в Киле и в Сокольников. Понятно, понятно. Хорошо. А вы-то продолжаете бегать? Да. Ой, к сожалению, уже, да, уже включилось. Но я думаю, да, что Людмила продолжает с такой, знаете, теплом рассказала об этом, обо всем. Мне кажется, у нас все, кто звонили, все считают, что да, все должны бегать. То есть, мне кажется, отличная аудитория. Ну, да, аудитория Финам ФМ. Ну, я думаю, да, мне кажется, сложно найти аргументы против, откровенно говоря. Герман, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня Герман зовут. А вот я хочу прямо ответить на вопрос в вашей передаче безо всяких, так сказать, лишних историй. Нужно ли обычному человеку бегать в марафон? А тут ответ он в вопросе содержится. Нет, не нужно. Обычному человеку это вот, даже по Америке, смотри, да, 90% не бегают, 10% бегают. Обычному человеку телевизор пиво-семки, то есть человек тебе в голове поставил штамп, он обычный, и марафон, а марафон это какое-то преодоление, да, ему не нужно, то есть как только человек решает, что ему нужно бегать в марафон, он перестает, ну, он ставит для себя какие-то цели, он перестает быть обычным, он встает выдающимся. Если все начнут бегать в марафон, ну, тогда появится дистанция, там, 500 километров, которого будут бегать, соответственно, необычные люди, вот на это. Я когда-то слушал такую фразу, что современный марафон это Эверест для обычного человека, то есть если хочешь что-то покорить, то можно продолжать. Ну, кажется, мы с своей программой здесь говорим, что это вовсе даже не Эверест, что это достаточно достижимая вещь, и речь, понимаете, собственно, не только о марафоне, речь идет о любой мотивации, о том, чтобы ты здесь поставил цель пробежать, я не знаю, 5 километров для начала, 10 километров, ничего сверхъестественного в этом нет, у всех у нас есть ресурсы для того, чтобы это сделать. 65, 10, 99,6. Артем на линии, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим, привет. Миша, здрасте. Здрасте. Сергей. Да, здрасте. Я представитель I Love Running, первый выпуск, вот, хочу поделиться своими впечатлениями и сразу ответить на вопрос, что действительно обычному человеку стоит хотя бы раз в жизни попробовать, что такое дистанция, да, хотя я сам еще не бегал в марафон, но пробежал осенний гром. Да. 21 километр. Вот. По этому поводу хочется сказать, что, естественно, надо проводить какие-то пропаганды бега, в том числе использовать интернет-ресурсы, потому что именно I Love Running использует активно эту программу, да. Да. Что касается людей, которые бегают и по вечерам, и по утрам в парке Горького, да, то их действительно становится все больше и больше. И испытываешь реальный кайф, когда бегут и тебя приветствуют люди, то есть восхищаются, а ты ими восхищаешься в ответ. То есть... То есть вот эта вот культура, культура встречного бегуна, она появляется? Достаточно активно, Когда люди приветствуют. Первое время было как-то, ну, непонятно, что они улыбаются и кивают. А потом это действительно как-то привыкаешь и сам начинаешь это активно использовать. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо, Артем. Ну, знаете, здесь, да, соглашусь с одним из наших звонивших, что вот эта физкультура, это именно культура. Это часть огромной культуры общества. Собственно, об уровне развития общества можно говорить по тому, какой процент в нем бегунов, какое проводится количество соревнований, как люди умеют организовать свое время вокруг тех соревнований. Вот парк Горького, а взять, скажем, центральный парк, где, собственно, начался Нью-Йоркский марафон, о котором мы говорим, потому что первый Нью-Йоркский марафон был, это они шесть раз вокруг центрального парка бежали. В этот раз тоже же побежали? Ну да, тоже, то есть они повторили вот эту вот традицию. Знаете, я знаю, что это прекрасное место такое, где, собственно, можно и укромный уголок найти и все это. Однажды я оказался в центральном парке Нью-Йорка в пять утра. Так получилось. И я увидел, что там уже в пять утра тренируется огромное количество людей, которым, скажем, к семи утра идти на Уолл-стрит. Ездили велосипедисты, сотни велосипедистов с фонариками, причем на серьезных разделочных велосипедах, на лежаках бегали бегуны. Вот уже потом, там с десяти утра с одиннадцать и мамы с колясками приходят и так далее. Так что я думаю, в этом смысле нам в России еще есть очень много чему учиться, очень много куда расти и становиться по-настоящему культурной страной, потому что культура это не только Толстой и Достоевский, культура это и возможность пробежать марафон. И чего мы советуем, что мы советуем сделать всем нашим слушателям. А пока благодарим наших гостей. Михаил Иванов, главный редактор жертвозидательства МАН Иванов Фербер, Максим Журила, бизнес-тренер проекта Business Relations, за пультом Анна Соколова, продюсер программы Дина Трубовская. Я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Это была программа Археология. Спасибо, что слушали нас сегодня вечером. Доброй ночи и удачи. Субтитры подогнал «Симон»